Один из самых важных навыков хорошего художника, рисующего с натуры, это умение правильно определять цвет. Вы знаете, мне кажется, что у вас с этим есть проблемы, даже если вы так сами не считаете. Ведь все верно, я только что толсто намекнул, что вам слабо определить цвет на глаз. Чтобы доказать, что я ошибался, вам нужно попробовать выполнить упражнение на отгадывание цвета. Живопись начинается с критического пытливого наблюдения. Если вы разобьете в себе навык критического наблюдения, то нанесение краски на холл станет для вас следствием внимательного наблюдения. Но навык критического наблюдения не дается от природы. За одну ночь этому не научишься. Поэтому вам придется постараться. Создайте новый документ с приятным нейтральным полусерым фоном. Затем найдите в интернете изображение. Вот мне лично нравятся фотографии, сделанные в облачные дни, как это, к примеру. Это делает упражнение по отгадыванию цвета сложнее. Затем создайте небольшой квадрат типа этого и передвиньте его туда, где находится цвет, который вы хотите определить. И вот для начала я передвину его вот сюда. Теперь создайте новый слой. Убедитесь, что ваш цвет он черный по умолчанию. И затем во второй раз откройте панель выбора цвета. Постарайтесь представить выбранный цвет и найти его на палитре цветов. Попробуйте найти как можно более точный цвет. Вот я попытаюсь найти цвет. Посмотрим, что у вас получится. Вы вскоре поймете, что это куда сложнее, чем кажется. Посмотрим, как точно я смогу найти цвет. Окей. Как только вы выберете цвет, нарисуйте им кружок. Затем выберите инструмент пипетка. И в выпадающем окне размер образца sample size 11 на 11, средний. В итоге размер инструмента вашего становится немного больше. Я выберу цвет и центр квадрата. Затем нарисую кружок рядом с моим вариантом. И как видите, я оказался не особо точен. Чтобы проверить, насколько ваш результат отличается от правильного, выберите панель выбора цвета и используйте пипетку, чтобы выбрать свой тон. Как видите, значение яркости равно 86. А у цвета самого изображения это значение равно 73. То есть я ошибся лишь в одной яркости на 10%. Как видите, я также ошибся с выбором значения тона. Мой вариант теплее, а оригинальный холоднее. Но знаете, что важнее всего? То, что я ошибся на 10% значения яркости. То есть если бы это была шкала серых оттенков от 1 до 10, то я бы ошибся на целый оттенок. То есть оригинал сильно отличается от моего варианта. Вообще в искусстве не так уж много вещей, которые можно точно измерить. Обычно вы думаете, это более реалистично, а это менее. Или же почти то, что нужно, но не совсем. Так вот, в этом упражнении можно точно узнать правильный ответ. И можно сравнить значение своего тона и оригинального. Так вы сможете измерить свои результаты. И, конечно, если долго попрактиковаться, то у вас станет получаться все лучше и лучше. И если вы научитесь критическому наблюдению, то станете лучше рисовать определенно. И если упражнение для вас кажется сложным, то вы можете дать себе небольшую фору. Обычно эту технику используют во время рисования с натурой. Возьмите полусерый квадрат. Вырежьте нем небольшую дыру в центре. Это изолирует цвет и позволяет вам увидеть и сравнить его с нейтральным серым фоном. Если вы будете использовать серый квадрат с прорезью, то результат у вас, скорее всего, получится более точным. А если хотите, то можете использовать этот инструмент во время работы, и это поможет вам точнее определять цвет. Но ваша цель – научиться работать без этого инструмента, без какой-то помощи, лишь с небольшим квадратом, стараясь подобрать нужный цвет как можно точнее. Попробуйте это упражнение и напишите в комментариях о том, как же у вас оно получилось. Это упражнение куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Удачи! Продолжение следует...